друзья мои всем привет всем огромный привет ну что уж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки из полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж ребят лёлька как всегда да в своем как говорится репертуаре вчера друзья мои она рекламировала себя как же она там ревела в окружении коз в окружении коров рассказывая про все свои беды про все свои трагедии про то как она бедная несчастная не может без помощников поэтому приходится сокращать поголовье скота до избавляться так скажем от коров продавать этих самых коров да нет сегодня она не ревела в телеграм-канале но опять озвучивает зрителям свои проблемы знаете вот всякий раз мне вот когда она начинает выкладывать вываливать да на головы зрителей свои проблемы мне хочется есть сказать только одно лёль но ты же говорила о том что ну как это так как это я на шурика буду перекладывать свои проблемы он нам никому ничего не должен а также говорила про свою первую тройку игроков это мои дети старшие они не обязаны за меня что-то там делать да я не имею никакого морального права скидывать на них свои проблемы но вот от чего-то лёлька считает что она имеет полное право сваливать свои проблемы на головы своих обычных зрителей которые просто приходят смотреть ее контент не я конечно все понимаю проблемы конечно есть у каждого да не без этого сегодня как говорится так завтра по-другому и так далее но опять же когда ты каждый божий день рассказываешь про то что у тебя не жизнь одни сплошные проблемы это какая-то уже ненормальная ситуация далее начинает озвучивать что же у нее на сей раз случилось приключилось мол поехала она отвозить лёжку картошку а также мастера в город и бац друзья мои у нее сломался шаран опять проблема опять никто не хочет чинить этот шаран опять никто не знает ну насколько же ей хреново и в каком плохом состоянии вернулась она никто знать не знает она говорит да вы же видите вот да вот как я выгляжу и так далее и тому подобное знаете ребят лёлька в первой своей лепешки выглядела так словно ее таскали таскали где-нибудь по кустам целую ночь напролет она между прочим очень часто в таком виде выходит на всеобщее обозрение я уже это как-то озвучивала то ли может полтора года тому назад может быть два года тому назад в общем не суть важно да стоит такая вся но опять же сложно не заметить что лёлька нарастила ресницы ребят ну это надо быть вообще слепым чтобы этого момента не заметить вы знаете стоит себе такая хлопает ресницами и да рассказывает о том как она не спала как она опять не выспалась как она опять не отдыхала и так далее при этом хлопает своими наращенными ресницами знаете что мне интересно зачем она это делает опять же ведь она прекрасно понимает что но заметят этот момент зрители если она делает это назло нам хейтером да ну хейтером почему по той простой причине потому что только мы можем сказать по поводу того что она нарастила ресницы ее хомяки как всегда если и заметят то только дружно поаплодируют и будут кричать правильно оленька какая ты молодец действительно надо следить за собой и все правильно делает мать одиннадцати детей но опять же ребят но ведь она каждый раз выходит и даже не гнушается собирать достаточно маленькие для нее суммы которые для нее под силу вытащить из собственного кармана да ну допустим когда она сидит собирает там не надо помощницу да 15 тысяч рублей или мне надо на электрику 12 тысяч рублей блин ну ты до этого ездила в салон да ты делала ногти делала педикюр себе да сейчас ты делаешь себе ресницы получается на это у тебя всегда есть деньги на себя любимую да а вот чуть что собрать какие-то там 10 12 тысяч рублей почему-то всегда дайте подайте и вот обратите внимание да опять же вот даже возьмем дела так скажем да вот буквально недавние да недавние события когда она ездила помните она тоже до этого все рассказывала я не могу я так устала у меня так нет сил я не сплю сплю там час времени в день и так далее но ровно в тот момент когда она поехала с гришей с генной хотела сказать там видимо будет потом и гена друзья мои вася и петь и так далее да далее по списку когда она поехала с гришей со своими детьми с гришинами детьми на набережную гулять да и так далее что-то она чувствовала себя нормально смеялась веселилась и потом когда они с гришей с детьми приехали уже к ним домой в туровку да и значит там тоже она была довольна и счастлива она не вспоминала про то что она не выспалась она выглядела абсолютно нормально то есть когда она получается едет куда-то на какие-то процедуры да все нормально все хорошо она про это даже не вспоминает но как только она начинает выходить либо на стрим да либо в роликах либо в телеграм канале она тут же начинает стонать я так устала я больше не могу и так далее далее начинает опять эпопею про свою вот эту вот машину шарам неужели это конец для моей машины моей машине 23 года но мне нужна просто кровь из носа вторая машина я хочу хочу чинить свой шарам я хочу вкладывать в нее деньги лёль ты знаешь что забыла добавить я готова чинить свой шарам и вкладывать в него ваши деньги как ты собственно это и делал потом по поводу того что неужели это конец для моей машины и так далее но рано или поздно этот конец наступит да потому что мы прекрасно понимаем что у каждого у каждой как говорится вещи да и так далее есть свой какой-то ресурс да и так далее да то есть есть какой-то вот момент когда рано или поздно как говорится она накроется да медным тазом и все это опять же прекрасно понимают и вот она говорит мне нужна вторая машина у меня опять же вопрос на засыпку зачем тебе сейчас нужна вторая машина я уже миллион раз слушала лёльки на оправдание относительно необходимости в ее хозяйстве второй машины раньше она оправдывала это тем что мне вот допустим ехать с продукции в москву на шаране опасно лучше мне ехать на хендай потому что он новый потому что шаран в любой момент может так скажем сломаться да на трассе где бы то ни было и так далее хорошо сейчас ты говоришь о том что у тебя больше не будет сепарации что ты больше не будешь делать сыр варить сыр да ты не больше не будешь делать всякие там тушенку туда-сюда короче на продажу что больше ни черта делать не будешь ты больше не будешь ездить в москву получается зачем тогда тебе вторая машина мне просто интересно ты говоришь что все твои дети живут старшие дети вдали от тебя зачем тебе вторая машина нет мы прекрасно понимаем что федя все-таки живет рядом с ней да с ней в ее доме но в любом случае тогда зачем тебе вторая машина опять же ей тогда говорили продай эту машину раз тебе тогда зрители взяли и выплатили да за машину я так понимаю возможно лёлька опять же друзья мои хочет еще одну машину да но это было понятно и тогда когда она уже в салоне в салоне в автосалоне месяц назад ходила полтора месяца назад помните я выкладывала эти обзоры да когда находила и облизывалась на другую машинку подороже но собственно у нее губа не дура вот единственный момент что ей уже донатить в таком количестве конечно же никто больше не будет потому что как ей донатят сейчас и как ей донатили два года тому назад когда как раз таки она взяла свою машину да когда ей донатили огромное количество денег сейчас уже у нее нет таких донатов в общем друзья мои сидит вся опять бедная несчастная неужели это конец для моей машины неужели все почему ее не хотят чинить какую-то ересь несет самую настоящую ну ересь самую настоящую да я говорит хочу ее чинить я хочу вкладывать в нее деньги чьи деньги опять будешь выставлять строку строчку донатов да дайте подайте на на этот шаран бредятельно ребят самое настоящее и опять вся опять уставшая вся опять не спала выкладывает шорт тут же она значит уже с этими ресницами показывает варю варя плачет для меня лично это какие-то странные кадры да мол типа посмотрите когда же мне отдыхать варя типа постоянно плачет да а я тут сижу при всем при этом она сидит и хлопает опять же этими ресницами и сидит с высунутым языком ну пожалейте ее бедную несчастную она устала да я не знаю где она там шарахалась по кустам не шарахалась по кустам но видок у нее в первой лепешке был такой знаете говорящий я бы сказала о многом друзья мои нисколько не удивлюсь и позади нее стояла бутылка липецкого бювета друзья мои ну в общем да это ни о чем конечно же не говорит но в любом случае поберуха вот выглядело как-то такое впечатление что она просто бухала где-то вчера да шарахалась непонятно где видок у нее был соответствующий но она тут еще с этими ресницами зачем ты это показываешь ты показываешь получается у тебя есть деньги на себя чтобы сходить в салон красоты да чтобы нарастить себе ресницы сделать себе педикюр так почему у тебя нет денег на то чтобы ты оплачивала сама электрику да помощников и так далее все свои какие-то потребности потребности твоей семьи ребят но удивительно просто почему так у меня получился небольшой обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч и и и и и и